Привет, с вами Вилса Ком, я на стенде Хонда, которая The Power of Dreams, за моей спиной Concept New V, очень забавный табурет. Здесь на стенде есть еще пара приколюх, и сейчас я вам обо всем расскажу. Поехали! Сумасшедший розыгрыш от Вилса Ком и Letyshops. Выиграй Land Cruiser Prada, настоящий автомобиль. Подробности по ссылке в описании. И начнем мы с самоходных табуретов от Хонда. Шучу. Вот этот мотоцикл является прототипом, и его главная особенность в том, что он умеет балансировать сам по себе. Технология получила название Riding Assist, которая позволяет мотоциклу сохранять равновесие самому по себе, причем без гироскопов. На скоростях до 5 км в час Riding Assist разрывает соединение вилки с рулем, и система берет управление на себя. Поскольку это прототип, мотоцикл может еще за вами ездить вот так вот красиво. Но ребята из Хонда говорят, что технология более чем реализуемая в ближайшем будущем позволит безопасно передвигаться в пробках, например. Помню, прижег себе байком как-то ногу, было не круто. Вот здесь этого, надеюсь, не случится. Но перейдем к еще одному прототипу. Электрокар New V от Хонда. Само собой, он весь такой футуристичный, вместо приборной панели огромный дисплей. Это все понятно. Но у этой машины есть пара крутых фишек. Например, у этого концепта есть какой-никакой искусственный интеллект, который может анализировать поведение владельца и, например, поставить ему расслабляющую музыку, если он орет на всех в пробке. У интеллекта даже есть имя. Хана. Хонда Автомейтед Нетворк Ассистент. Однако, мне это кажется несколько прям банальным таким заигрыванием с аудиторией. Типа, ой, у нас есть искусственный интеллект, да пошли вы нахрен, это никому не нужно. New V, кстати, это тоже аббревиатура. New Electric Urban Vehicle, он такая прям современненькая электромашинка для города. 55-киловаттный моторчик и 20 киловатт в час батареи. Запаса хода хватит на 160-300 километров в зависимости от темпов езды. Как говорят ребята из Хонды, 96% времени ваш автомобиль стоит и ничего не делает. И одной из основных особенностей New V является возможность его расшарить. То есть вы можете дать доступ к какому-нибудь постороннему человеку, пускай он катается на вашей тачке, а потом вы ее заберете в каком-нибудь месте, или может быть надо договориться о том, чтобы он ее привез потом обратно. В общем, идея концепта в том, что можно шарить свою машину и даже нужно, и это сделать удобно. Насколько это будет реально работать на практике, я не знаю. Более того, я даже сильно сомневаюсь, что кто-то захочет такую красоту шарить с какими-то непонятными людьми. Еще одной особенностью является тот факт, что при полном заряде электромобиль может отдавать избытки энергии обратно в электросеть. Вот это очень странно. А еще в комплекте есть электроскейт, но на случай, если машинка разрядилась, а доехать все-таки надо. Опять же, смотришь на всю эту радость и думаешь, блин, ну я подобное видел уже и год назад, и ранее. Но вот знаете, вот прямо сейчас есть ощущение, что это не какое-то прям будущее-будущее, а что-то, что может случиться, ну вот прям совсем скоро, прям осязаемо на кончиках пальцев, черт возьми. Фонда молодцы, мне понравилось. Пишите, как вам, ставьте лайки, если было интересно, и вы ждете новых видосов CS 2017. Я побежал дальше. Пока.